Приветствую вас. Для начала надо сказать обязательно, что у ваших действий, у вашего действия, у вашей модели поведения есть своя основа. То есть вы почему-то поступаете именно так. Вы почему-то, имея два различных образования, уходите то с одной, то с другой работой. В Аверде что-то даёт. Что даёт, конечно, непонятно, по вашему тексту, ибо в суть проблемы вы, ну, более глубоко в проблему вы не погружаетесь, и не сказал бы я, что прям вот понятно, о чем идёт речь, но... Тем не менее, на мой взгляд, ситуация, конечно, требует более пристального рассмотрения, хотя бы потому, что вы чувствуете себя нереализованно. И вам это неприятно, вам это не нравится. Безусловно, это... кому... кому... кому бы это, в общем и целом, понравилось бы. Здесь может быть, что, страх успеха, страх неудачи, какие-то ещё вторичные выгоды от... Того, собственно, чем вы занимаетесь. Того, чем и как вы занимаетесь. Очень важный момент, очень важным моментом является ещё и то, что вы не следуете, вероятно, своим чувствам, да, что вы не следуете, не следуете, вероятно, своим ощущениям. Вот. И... и... соответственно, это... И... соответственно, это... что вы не следуете, что вы не совсем верно выбираете ориентир при выборе, эм... ну, при выборе, допустим, своих действий, не совсем верно ориентир, вы выбираете при корректировании своих действий. Вот. И... отчасти... Именно поэтому вам тяжело найти свое место, потому что вы ориентируетесь, ну, вероятно, на... своих... мыслей. Вот. Но не на... свои чувства. Не на... свои... потребности, которые... у вас есть. Допустим. И... И... это, вероятно, вам мешает. Хотя, понятное дело, что... Ситуация может быть и... ну, может быть ситуация и другой. Сятно, что... Проблема может быть иной. Безусловно. Эм... Вполне вероятно, что и образование... эм... свое вы получали... мягко говоря, не по... ну, не по... не по желанию, а... там... Потому что было нужно. Вполне вероятно, что... ваши ожидания... от... самой себя... были... достаточно высокими. И... не обрадовая их, вы... проистрируете. Вполне вероятно, что... не так уж... эм... свободно... вы себя... эм... ну... скажем так... чувствуете... Когда... Работаете... или... что-то... вынимаетесь... То есть, вполне вероятно, что... цель... вот именно цель... эм... Вашей деятельности, именно цель вашей деятельности, не совсем, скажем так, естественно, не совсем ваша. Может быть, вы отказываетесь признать то, что вам важно. Может быть, вы отказываетесь признавать, например, что, допустим, работаете или хотите реализоваться, чтобы, к примеру, для себя что-то получить. И из-за этого вам тоже может быть не без себя. То есть вполне может быть какое-то такое несоответствие, да, несоответствие тех действий, которые вы совершаете, да, и целом. Вполне вероятно, что ситуация, ну, ситуация, вот она вполне может быть такой. Это, конечно, это, конечно, неприятно, вот, но ситуация вполне может быть, к сожалению, к сожалению большому. Ситуация может быть таким образом, достаточно неприятно для, условно говоря, вас. И тут вот такой ситуация при таком раскладе вам нужно брать там несколько лучше, может быть, принимать то, что вам важно. Ну, то, что вот для вас важно. И исходите, исходите из этого. Ощущение нереализованности довольно интересно по своей сути. И вот почему. Ощущение нереализованности чисто. Извне выглядит как уверенность человека в том, что он может больше, что он способен на больше. Но суть проблемы заключается в источнике. То есть, откуда я, например, ну, вот, например, вы откуда знаете, да, что способны, допустим, на больше. То есть, откуда у вас эта вот информация о том, что вы, ну, что вы можете, что вы способны на больше. Вот. Это достаточно важная история, это достаточно важный момент, вот, потому что он, ну, напрямую влияет на вас. Напрямую влияет на вот то, как вы, там, допустим, ну, ведете себя, да, как вы, допустим, взаимодействуете, там, все, ну, смысл с окружающими людьми и так далее. То есть, все это очень важно. Все это очень важно для вас. И вопрос в том, насколько вы сами, насколько вы сами, ну, много, ну, уделяете этому значению и уделяете ли? Так что вопрос о реализованности или нереализованности, он вот выглядит, ну, может выглядеть вот, в том числе еще и так. Через вот такую, ну, призму, можно сказать, через такой взгляд. Совсем другое дело, совсем другое дело, если вы, например, чувствуете, что должны реализоваться. Я должна, что я обязана, например, это сделать. Это уже совсем другой момент. Потому что здесь вы, на мой, ну, на мой взгляд, не совсем, и не совсем естественно. Здесь вы скорее действуете так, ну, вот теми или иными способами только потому, что нужно. Так, надо, не хочется, да, а надо. Это вот совсем, ну, совсем уже другая история и совсем другие. Здесь идут мотивационные, так сказать, направления, направления. Но, тем не менее, мешать это вам может по-прежнему. Как выбрать первое направление дальнейшего развития в новой профессии? Так, ориентируясь на то, что вызывает у вас наибольший эмоциональный отлик и, возможно, преанализировав ваши особенности, вот. заанализировав ваши сильные стороны, которые имеются, вот. Там, я думаю, будет уже понятно, что именно и как вам делать дальше. Вот, примерно, такой ответ я могу вам дать. Надеюсь, что это было вам полезно. Я надеюсь, что помог вам. Желаю вам всего самого доброго. Удачи!